В здании Совкомбанка третий день продолжается голодовка валютных ипотечных заемщиков, которые не добились реструктуризации своих долговых обязательств ипотечных в рубли. Наша проблема продолжается третий год, и в частности Совкомбанк, один из самых непримиримых банков, который отказывается производить оплату, реструктуризацию валютных кредитов в рубли, предлагает только одно отступное. Это у банкиров называется отступное, у нас потеря единственного жилья. Совкомбанк решил быть в центре скандала, газетной шумихи, но не идти на реструктуризацию валютных заемщиков. Сидят и ждут бюджетные деньги. Поэтому группа валютных заемщиков пришли в банк со встречи с руководством банка, которые отказываются выходить и поговорить со своими заемщиками уже третьи сутки. Вот третьи сутки продолжается здесь осада банков. Мы сюда приходим, валютные заемщики из других банков, чтобы помочь своим братьям по несчастью, оказать какую-то посильную помощь. Руководства мы банка, Совкомбанка, мы так и не увидели. Я хочу отметить, что все банки ведут непримиримую позицию по отношению к валютным заемщикам. Нас просто не хотят выпускать из этих тисков валютных обязательств, для того, чтобы бюджет выделял деньги и проводил реструктуризацию за счет государственных денег. Мы против этого. Банки получают огромную прибыль и способны сами решить проблему валютных займов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!